Сегодня в ООН опубликовали данные о погибших и раненых на Украине. По официальным сообщениям, убиты 3000 человек, пострадали 6000. Но по другим данным, людей убитых на этой гражданской войне значительно больше. Не исключено, что власти в Киеве занижают свои потери и число погибших мирных жителей. Даже сегодня, когда уже действует перемирие, президент Порошенко называет живущих на юго-востоке Украины врагами. Об агрессивной риторике и местных жителях, которые из дизайнеров превратились в военных, в репортаже Ильи Костина. Ясиноватая. Бои украинских силовиков и бойцов местного ополчения продолжались здесь вплоть до объявления перемирия. Сейчас город находится под контролем защитников Донбасса. Бригады саперов обходят улицу за улицей. Такие опасные находки – не редкость. Неразорвавшиеся снаряды приходится обезвреживать прямо на месте. По оценкам специалистов, только на разминирование дорог, улиц, городов и поселков может уйти больше года. Тем временем, вице-премьер ДНР Андрей Пургин заявил сегодня, что силы самообороны заметили значительное увеличение группировки украинской армии в районе Дебальцево. Кроме того, по свидетельствам очевидцев, около населенных пунктов Волноваха, Горловка и Краматорск подразделения украинских военных пополняются новыми силами. О ситуации на Юго-Востоке говорил сегодня и Петр Порошенко. Президент Украины прилетел во второй половине дня в Мариуполь, где тут же отдал приказ о введении в городе режима высокой боевой готовности. Я, как верховный главнокомандующий, отдал все необходимые распоряжения о том, чтобы оборона Мариуполя была обеспечена артиллерией, дивизионным гаубиц, системами залпового огня, ракетными войсками, танковой бригадой, переносными противотанковыми комплексами. И это несмотря на перемирие. Из Мариуполя, судя по сегодняшним словам Порошенко, о возведении неких фортификационных сооружений на окраинах, украинские власти собираются сделать город-крепость, где будет базироваться не только переехавшая сюда Донецкая обл. администрация, подчиняющаяся Киеву, но и передовые части украинской армии, которые, воспользовавшись затишьем, активно ведут сейчас перегруппировку. Разве об этом договаривались в Минске, когда подписывали мирные договоренности? И на этом фоне поступают сообщения о том, что в городе периодически слышна стрельба, но кто стреляет, неизвестно. Я не знаю вообще, что происходит. Просто хотелось бы, чтобы скорее это все прекратилось и все. Что будет, чтобы только не стреляли. Света нет и светофоры тоже не работают, но перед знаком «Уступи дорогу» танк останавливается на несколько секунд, словно стараясь соблюдать правила дорожного движения. Военных в городе так много, что это, конечно, не может не беспокоить местных жителей. Эти кадры съемочная группа агентства «Франц Пресс» снимала сегодня в одном из микрорайонов Мариуполя. Почти пустая детская площадка и люди, которые устали от войны. Это все так живут сейчас. Будьте не прокляты. Последняя ночь была ужасная, конечно. Перестрелки, очень сильные взрывы. Стокла в домах гремели. Пропытались и выехать все из дому, конечно. Мы уехали на другой конец города, потому что здесь было находиться жутко. Сегодня же между сторонами продолжился обмен пленными. В том же Мариуполе Порошенко заявил, что за последние дни удалось освободить 1200 украинских военнослужащих. Задержанными остаются около 900 человек. У представителей ДНР и ЛНР свои данные. Там ждут, что киевские власти отпустят около 700 ополченцев. И подчеркивают, что уже не раз проявляли добрую волю, первыми освобождая украинских силовиков. И готовы, как договаривались ранее, обменять пленных в формате всех на всех. Мы раньше не раз показывали подобные передачи пленных от одной стороны к другой. При этом власти самопровозглашенных республик нередко передавали украинских солдат не только их командирам, но и в руки родителей. Причем отдавали в разы больше, чем получали взамен. А после того, как отпустили такую массовую группу военнослужащих, в ДНР и ЛНР ждут теперь ответных шагов Киева. Тем временем командир батальона «Днепр-1» в интервью украинскому каналу «Один плюс один» заявил, что начальник генерального штаба и министр обороны, по его мнению, не предоставляют президенту информацию о реальной ситуации на Юго-Востоке. Говоря о быловайской трагедии, где погибло множество его подчиненных, он не сдерживал эмоций. Почему генерал Литвин, когда его войска побежали, не доложил начальнику генштаба? Вопрос к начальнику генштаба. Где ваше главное разведуправление? Как они работали по Доловайскому, Амбросиевке? И кто подал в отставку из офицеров данного управления? Министр обороны, начальник генштаба не просто спрятали, они не дали информацию президенту. Я этим генералам рекомендовал бы застрелиться из-за такого количества потерянных бойцов. Вновь начать все с чистого листа. У ополченца Дмитрия позывной «Арамис». Это сейчас он похож на «Коммандос». Рассказывает, до войны он и автомат-то ни разу в руках не держал. Был дизайнером по мебели. У меня своя фирма была, магазинчик небольшой. До последнего занимался мебелью. Я не служил. В принципе, в руках оружие не держал. Ну, скажем так, навык быстро приходит. Вещь простая. В обучении очень быстро. Теперь так же быстро хочется вернуться к семье, к привычному когда-то ритму жизни. Сейчас так приятно видеть, что люди выходят на улицы в городе. Или тебя даже встречают. Идешь по освобожденным, ирма говоря, вот этим поселочкам. За душу хватает, конечно. Провокации следуют одна за другой. Неизвестные обстреляли село Спартак. Это в 10 километрах с северней Донецка. Несколько домов разрушены. Люди, как говорят в таких случаях, чудом остались живы. Снаряд попал, вот и осталось без дома. И все же вот они, первые признаки мирной жизни. В Луганске местные жители срезают колючую проволоку и убирают с улиц осколки снарядов. Люди хотят как можно скорее очистить город от следов войны. Пока перемирие, пользуемся моментом убрать все, последствия. Мы же надеемся, что уже и не будет войны, разобираемся. Дай бог. Расчистить город, сделать его красивым. Город живет. Еще неделю назад такая картина казалась невероятной. Уже можно не прятаться, и десятки людей пришли в центр Луганска с сотовыми телефонами в руках. Это место единственное, где связь плохо, но работает. Многие звонят родным и друзьям, чтобы просто сказать, что они живы. Илья Костин, Петр Дерягин, Дмитрий Матюшин, Первый канал.